Субтитры создавал DimaTorzok Если Аллах думает о нем хорошо, думает, что он милосердный, милостивый, что он прощает и стремится к его прощению, Аллах такой будет с ним. Если что думает, что он только наказывает, что он злой и так далее, то Аллах спонталя будет такой с ним. Поэтому надейтесь на милость Аллаха, просите о его прощении, стремитесь к прощению Аллаха, величина которого как небеса и земли. И Аллах спонталя нас просто так не создал, не оставил, он указал нам путь и отправил к нам самого достойного, самого любимого для нас человека, это Прок Мухаммада, который мы очень любим, больше чем все есть на этом свете, больше чем самих себя, и мы следуем его пути. Да благословит Аллах, Рок Мухаммаду, саллаху алейхисуалям, всю его семью, всех сподвижников. И, аль-хамду лилля, мы продолжаем брать пользы и жизни великих людей этой уммы. Всех, конечно, мы не сможем перечислить, взять, потому что, аль-хамду лилля, очень много людей, которые достойны того, чтобы мы изучали их жизни, учились у них, брали пример, как они жили, как они действовали в той или иной ситуации. Постараемся взять наиболее известных, значимых, которыми мы постоянно пользуемся, употребляем их имена, но не знаем вообще, почему, как, как жил этот человек, как он заслужил такого, что Аллах спонтально возвысил его имена другими, так что мы чаще упоминаем их имена, чем имена других. И как же они шли к исламу, как они познавали ислам, как они узнавали ислам, в этом огромная польза для каждого из нас, потому что те проблемы и трудности в Аллахе, братья и сестры, которые нас окружают, это ни в какое сравнение не идут с теми проблемами и трудностями, которые перетерпели на своем пути великие люди этой уммы. И когда мы сидим в теплой кухне, за чашкой горячего чая и жалуемся на жизнь, на какие-то проблемы, то нам должно быть стыдно, когда мы вспомним, как жили эти сподвижники, табиарины, и после них пришедшие люди, уляма, великие люди, полководцы, правители нашей уммы. И вот сегодня, иншаллах, постараемся взять два человека, если у вас время позволит, у нас есть час. И первый я хотел бы взять человека, которого мы очень хорошо знаем, мы его любим, мы пользуемся передачей его хадисов, так как он передал наибольшее количество хадисов, но о его жизни очень мало мы знаем, это, конечно, наш пробел, который необходимо устранить. И спешу напомнить, что мы здесь не разбираем скрупулезную, каждую поддельную жизнь человека. И моя цель, я вижу, в том, чтобы дать толчок, заинтересовать людей, чтобы люди задумались, как же жили действительно эти великие ученые, люди и так далее, чтобы потом искали самостоятельно. Иншаллах, кто захочет, он найдет и более подробную информацию, и здесь же мы просто вкратце берем основную суть, чтобы человек вообще знал о своей религии, хоть что-нибудь стыдно. Это все знают, в этом государстве работают все, кроме мусульман, в каком смысле? То есть не знают свою религию, не делают дават, очень мало общаются, не могут объяснить, это должно быть стыдно. Вот этот пробел нам необходимо с вами исправить. И сегодня первый это Абу Хурайра, Адалаванху, о нем, иншаллах, поговорим, о его жизни. Как же так случилось, что он больше всех передал хадисов. Передал хадисов, около 6 тысяч хадисов от него приходят достоверных только, которые он передал от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассаллян, ведь это же надо было постоянно находиться с ним. С учетом того, сейчас мы поймем, что он переселился к нему позже, чем многие-многие, видные сподвижники, которые были до этого. Но, по милости Аллаха, он смог передать большее количество хадисов, чем кто-либо другой. И свое имя, Абдурахман ибн Сахар, он получил от посланника Аллаха, после того, как уже принял Ислам. То есть его имя противоречило Исламу. Его имя противоречило Исламу. И до Ислама, в эпоху или во время Джахилии, его звали Абд-Шамс, то есть раб солнца, Абду-Шамс. И отсюда мы берем пользу, у нас, сколько я уже последние дни общаюсь, то есть приходит Машаллах, принимает сюда вот недавно брак, кореец принял Ислам, Абхамдуля, тоже об этом вопросе спрашивал. Девушка молодая русская приняла Ислам, тоже об этом вопросе. Постоянно вот пугаются, надо ли менять имена, обязательно их. Кто-то их постоянно учит, все это должен для мужчин. Имя, обрезание, для девушки имя. И многих это отпугивает. На самом деле это беда, менять имя. Нету такого в Исламе не менять имя. Это первая польза. Меняется имя только тогда, когда оно противоречит шариату, Исламу, и акиде, таухиду, единобожию. Абд-Шамс, раб солнца, человек не может быть. Абду-Рахман, Абдулла, пожалуйста. Если имя его не противоречит Исламу, ну любое там, Александр, крепкий, сильный, да нет проблем в этом имени. Нет проблем. И менять его беда, у православа была супруга, ее звали Мария, и он не поменял ее, не сделал Мария. И поэтому отсюда ученые улема, это фатва, единогласно, никто из них не должен, что надо менять имя. Они говорят, что он менял имя только, которые противоречит Исламу. Как вот одно из имен Абдулла, остальные все остаются. Остальные остаются, оставаясь, пожалуйста, на своем имени. Более того, все имена, которые мы сегодня знаем, как исламский, мусульманский, Омар, Али, и так далее, и так далее, они же были с Джахилии взяты, Халид, Ибн Валид. Они пришли уже в Ислам, потом стали как бы считаться, что это исламский. А до этого Халяда так и звали Халид. Омар так и был до Ислама Омаром, но почему-то он ни один сподвижник не пришел потом в Ислам и не поменял свое имя. Хоть одного сподвижника, нет такого, нет такого. Поэтому эта тема, это болезненная. Не надо затруднять. Пророк Сауслям говорил, облегчайте, а не затрудняйте. А многие, по сути, невежественно начинают грузить человека, начинают его затруднять и отпугивают от Ислама. Он думает, что сейчас должен поменять имя, как я родственникам представлюсь, им одно говорить, другим другое. Это противоречие, в паспорте многие хотят. Зачем? Оставайся, будь таким же, тем более в документах. Никаких проблем тут нет. Я думаю, понятно, да, с этим вопросом? Поэтому никакого удалили, чтобы принять нормальное какого-то имя, нету. Многие даже, один брат, его сейчас нет, у него имя было Раушам, он поменял. Хотя с арабской, это рабское имя. Светлое, чистое, значит. Машала имя. Он делал и поменял, просто по своему невежеству. Вот такое тоже бывает. Это абсолютно не нужно. И вот его имя Абдурахман ибн Сахар. Он получил от посланника Аллаха после принятия Ислама. И его звали Абд-Шамс. То есть Абд-Шамс, как я вам сказал, родом он был из известного племени Даус, Аль-Азди, из Йемена. И этот племен на сегодняшний день до сих пор существует. Уже Аллаху Алим сколько до правоксалу существовало, и сейчас уже еще полторы тысячи лет оно существует, это племя до сих пор, откуда вышел Абу Хурайра, ради Аллаху Ануху. И его семья прозвала его Абу Хурайрая, владельцем котенка. Ну, Абу Хир правоксалу называл, да, здесь кота, сейчас арабы, кыть называют, разные там есть. Но Абу Хурайра как котенок, это ласкательная, а кошечка или кот. Почему? Потому что он пас овец, смотрите, почти все, да, и правоксалу Салям, и многие-многие, и Али, они все пасли овец. И также Абу Хурайра, он тоже пас овец, и однажды нашел кошку с котятами. Ему очень понравились эти котят, и он прямо запихал себе в руки несколько котят, и вернулся домой. Вернулся домой, а потом, когда родные услышали, что из его халата, доносятся туда мяуканье, спросили, а откуда у тебя, что это такое? И он сказал, что котят показал. Так его начали называть, то есть отец котенка. И это имя потом прижилось, и он в будущем, он с кошками практически не расставался, они с ним постоянно находились, и поэтому, правда, за свидетельством, смеясь, называл его Абу Хир, то есть отец кота. Он тоже носил с собой кота или кошку, любил этих животных. И среди своего племени Абу Хурайра пользовался славой, авторитетом. Почему? Потому что его дядя по отцу и по матери, он рано потерял отца, остался с матерью. Его дядя был амир этого племени по отцу, то есть брак его отца был амир правителя этого племени. И после того, его дядя тоже принял ислам, аль-хамду-ли-ля, и после того, как он принял ислам, посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям, так и оставил его на этой должности, и он продолжал быть амиром племени Даос в Йемене. А его дядя, другой по матери, был известный, очень-очень сильный человек. Его называли богатырь племени Даос, и он был очень бесстрашный человек. Вот такие родственники были у Абу Хурайра, и поэтому семья заслуженно пользовалась уважением среди своих соплеменников. Абу Хурайра был темнокожим, очень широкоплечим, то есть здоровым таким мужчиной, широкоплечим и высоким мужчиной. Между зубами у него были щели, как его описывают, вот то, что приходит описание его. И он был жизнерадостным, очень улыбчивым человеком. Носил всегда почти черную чалму и льняную одежду. Ну, любил вот так вот носить такую одежду. И племя Даос было языческим, ну, как все арабы, Курашиты и так далее. Это племя Даос было языческим, и они поклонялись идолам, как и все арабские племена. Поклонялись их покровителям, у каждого племени арабов был свой покровитель, и их племя покровительство Зульхульса, идол, которым поклонялись члены этого племени. И когда другой представитель этого племени, другой знатный очень представитель этого племени, Каттуфайль Ибн Амар, мы наслышали историю этого спадежника, иншаллах, на Аллах даст мы его разберем. Он пошел, совершил хадж, и принял ислам, и вернулся, и донес до своего племени ислам. Это тот человек, который был историком от Туфа или Бнамре, я имею в виду. Он был историком, поэтом, ученым, и он был знатным представителем своего народа. Его встретила делегация Курашитов, когда он пришел, сделает хадж. Ему сказали, у нас есть такой человек, и его не слушай, а то садешь с ума. Смотри, мы тебя предостерегаем, его с большими почестями, потому что Курашиты боялись, что сейчас, если еминцы и племя Даос примут ислам, то вообще окружать их будут. И он заткнул уши себе ватой, заткнул уши ватой, а потом его разобрало любопытство. Он говорил, что сам себе, ну, я-то тоже поэт, я историю изучаю, я считаюсь ученым, человеком среднего племени, и могу отличить глупца, безумца, поэта от колдуна, то, что они говорят. И потом он подсел к посланнику Аллаха, вытащил вату и начал его слушать, и ислам зашел ему в сердце. Более того, Аллах подкрепил его таким светлением, как нур, свет, который сначала был на его лице. Но когда оставалась одна или две горы до Йемена, он попросил Аллаха, в Аллах, только не на моем лице. А так ночью зажигался у него свет, как бы озарял лицо и освещал дорогу. И тогда свет, вот этот Туфай Леймад Амара, переместился на конец его плетки. На конец его плетки, и как бы такой фонарик горел, непонятно откуда. Это было знамение от Аллаха спонталя. И вот в таком виде он пришел к своему племени, сделал дауд, и все племя приняло ислам, все племя приняло ислам. Среди них был и Абу Хурайра, аль-хамду лилля. И позднее, не сразу, позднее, незадолго до Дня Фатх, до Дня Победы, до Дня Покорения Мекки, Абу Хурайра переселяется из Йемена, потому что там уже перестали принимать ислам, пошла большая фитнес, началась угроза и так далее. И он переселяется к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в Медину. Поселяется в Медине. И на тот момент Абу Хурайра был еще молодым человеком, он не достиг еще и 30 лет. Но он очень был сообразительным, у него был живой ум, и у него была прекрасная память. Он запоминал практически все. Вот мы, ну большинство людей, страдаем вот от такого недостатка, как память. Забываем, надо посмотреть то, то есть у всех такие проблемы, где-то в какой-то области. Абу Хурайра была очень машала, хорошая память, и он запоминал все. Почему? Как он сам объясняет, он говорил, что я вырос сиротой, я не видел Дунью, я не знал Дунью. Аллах меня сохранил от этого, сохранил. И более того, когда я уже принял и стал взрослым, я все так же отстранялся от Дуньи. Мне не нужна была Дунья, я отстранялся от мирских хлопот. Вот таким образом он объяснял тем, что у него записывались в основном мозгу только хадисы, только шариат, а не какие-то Дунья, какие-то интересы, какие-то интересы. И вот так он о себе говорил, что я вырос сиротой, совершил хиджу, будучи бедняком, будучи бедняком. И поэтому Аллах спонтально поднял его, оказал ему великую честь. Оказал ему великую честь тем, что он стал сподвижником пророка салаллаху алейхи васалям. И Аллах спонтально про сподвижников я немножко хотел тоже два слова сказать. Многие относятся очень как-то пренебрежительных сподвижников, особенно трафедиты. Но и среди суннитов есть, говоришь сподвижник, тот делал сподвижник так. Отношения не очень, можно даже сказать, лояльные, непонятные. За кем следует такой человек? Но такое отношение недопустимо по отношению к сподвижникам посланника Аллаха салаллаху алейхи васалям. Потому что никогда, сколько бы человек ни делал, и как бы он ни жил, их положение никакой человек никогда не достигнет. И Аллах спонтально говорит, Мухаммад посланник Аллаха, и те, которые с ним яростны против неверных, и милостивы между собой. Сураль Факх, Победа, 29 аят. И Аллах спонтально укрепил их так, что они стали стойкими против немусульман на тот момент, в котором было большинство. И милостивы между собой, и милостивы между собой. И также Аллах спонтально сообщает, что Он принял их покаяние. Про нас Аллах спонтально ничего не говорит. Мы не знаем, что с нами будет, куда мы пойдем. И Аллах сообщает, Он говорит, Аллах принял покаяние посланника пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час. Сурат Тоба, 117 аят. То есть в этом аяте Аллах спонтально свидетельствует о том, что Он принял покаяние, если оно было искренне, конечно. Тех, кто последовал за посланником Аллаха в трудный час. А это есть подвижники, и, конечно, Мухаджир и Абу Хурара являются Мухаджиром, он переселенец, так же и Анцаром, но нам никто это не обещал, нам никто это не обещал, и, более того, они, зная обо всех этих аятах лучше, чем мы с вами, более того, они толковали эти аяты, учились у посланника Аллаху Саляму, и то они боялись, где они будут после смерти. У них был такой страх, такой был страх, что нам этому следует поучиться. Мы же ведем себя так, как будто бы весь Куан только про нас и говорит, как будто нам все прощено, как будто уже Фердаус, у нас билет ждет, просто осталось немножко подождать, когда на вокзале стоишь, поезда ждешь, поезд придет, но куда он повезет нас с вами? Аллаху Алим, Аллах знает, и у нас нет никакого страха, у нас только лишь беспечность по отношению к своему же положению, к своему, не к соседу. Пусть твоя голова не болит делами соседа, потому что ты за него отвечать не будешь. Алхамдулля, религия ислам, она справедливая религия, она справедливая, каждый будет отвечать сам за себя. Ты за собой смотри, за собой следи, старайся больше на пути Аллаха что-то делать полезного. Ну, хотя бы что-то, что можешь. А можем мы немало, братья и сестры, просто мы не хотим. Нет такого слова «не могу» вообще в жизни мусульманинов. Чем сложнее испытание, тем больше награда от Аллаха. Но есть у нас такое слово, как «не хочу», «не хочу». Вот человек не хочет, и потом начинает оправдывать себя теми, 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 теми. Лень. Лень окружает его, боязнь потерять какие-то средства, какие-то мнимые благополучия в этой жизни. У спадвижников этого не было. И вот, видите, мы как они переселялись, шли и шли, и доходили. До чего? До довольства Аллаха спадали. И вот эти люди, которые остались у них, они дошли до этого аята. Аллах спадали. Именно про них не спасла Таят. Опять повторяю, Аллах принял покаяние Тоба, то есть искреннее раскаяние Тоба, пророкам, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час. А сурат Тауба 117 стоят. 117 стоят. Нам до этого, конечно, далеко. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Не ругайте моих спадвижников. Если бы один из вас пожертвовал золото количеством с гору Ухуд». Кто пожертвовал золото с гору Ухуд? Вы вообще видели гору Ухуд? Это вот там, если кто хаджи был, там холм, на котором лучники сидели. Это не гора Ухуд. А вот эта вся горная гряда, это и есть гора Ухуд. Такого черного цвета. Это огромное количество, я даже не знаю, сколько там том золота. Нам столько золота никогда, даже если ты столько же пожертвуешь, будет у тебя. Дай Аллах, чтобы ты столько пожертвовал на пути Аллаха. Но даже и тогда, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, это не сравнилось бы с пригощней, пожертвованной ими, то есть его сахабами, и даже с ее половиной. То есть, что сдали они полу ладони, ты даже гору Ухуд отдашь золото, это никогда не сравнится. Это никогда не сравнится. Сахих аль-джами аль-сахих. То есть, посланник Аллаху алейхи вассалям сказал, что мы не сможем достигнуть, и обязаны мы проявлять уважение сахабам посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Ибн Аббас, ради Аллаху алейхи вассалям, также говорил, не ругайтесь подвижников Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, поскольку час их пребывания рядом с ним, с пророком, саллаху алейхи вассалям, лучше, чем ваши старания в течение сорока лет. Мы вообще даже не знаем. Вот сейчас намаз читали. Аллаху алейхи вассалям, кто из нас тот счастливчик, чей намаз примется. Мы все надеемся на это. Но, может быть, чей-то намаз и не примется. Чей-то намаз, а это сорок лет, ты будешь стараться, возможно, ничего не примется. И то час жизни сподвижников лучше, чем твои сорок лет неприимного Айбадата. Поэтому мы должны знать цену сподвижников, знать, какую они жизнь прожили, какое наследие остались, что они вытерпели. Иногда удивляешься, читая их биографии, их жизни думаешь, разве простой человек это возможно? Возможно. Сделали же, думаешь, что их тела из стали, из камня, потому что мы абсолютно не такие. И поэтому мы в таком положении, а не были в другом положении. У нас есть вроде бы какие-то блага цилизации, но нет у нас того, что есть у них. У них не было блага цилизации, но у них был иман, богобоязненность, у них было терпение, сила духа, что напрочь отсутствует у нас. А мы поменяли это все на кусок хлеба с маслом, можно так сказать. Потому что сейчас про жизнь Абу Хурайры увидим, что этого куска хлеба с маслом у него и не было. У него и не было. Но он самый большой передатчик хадисов. И я вряд ли сомневаюсь, что он поменял бы вот это звание на кусок хлеба с маслом. То, что мы с успехом и делаем. Имам Ат-Тахави говорил в его книге, он говорил, мы любим сподвижников посланника Аллаха, не проявляем чрезмерности в нашей любви к ним. То есть мы не поклоняемся им, мы не бросим у них, мы не боимся их, как Аллах спонталя, мы не делаем дуа им, как Аллах спонталя и так далее. Но мы любим их, как они того заслуживают. И не отрекаемся ни от одного из них. Мы не любим тех, говорил имам, кто ненавидит их или недостойно от них отзывается. Поэтому любовь к такому человеку это из-за акиды мусульманина. Если ты видишь, что брат недостойный, говорит, а сподвижник, ты должен сделать ему порицание, замечание. А если он не расставит такое дело, то у тебя должно быть в сердце не любовь к такому человеку. Хотя бы в сердце должно быть не любовь. Говоря же о них, мы говорим только благое. Любовь к ним это часть религии, веры и их сана, то есть высшей степени веры. А ненависть к ним, прямая противоположность вышеуказанному. Аля Акида, страница 396. И говорит имам, придерживаться таких убеждений обязан каждый мусульманин. Если желает, что у него Акида была действительно сильная, действительно, которая соответствовала той, на которой был посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям, возвращаясь к теме, он сделал дуа за племя Даос. И сказал, о Аллах, наставь племя Даос на прямой путь и приведи их в ислам. Тогда Абу Хурайра был уже верующим человеком, однако благословление этого дуа тоже не миновало его, и его тоже коснулось так, как он был из этого племя. И об этом свидетельствуют слова посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям, который подчеркнул превосходство мусульман Йемена. Он сказал, вера из Йемена и мудрость из Йемена, к вам приехали жители Йемена. А Абу Хурайра, житель Йемена, который приехал к мухаджирам и анцарам. И прау саллаху алейхи вассалям сказал, к вам приехали жители Йемена с тонким умом и мягкими сердцами. Аль-Бухари, 219-е сообщение. И мы вот видим, прау саллаху алейхи вассалям говорит, вера из Йемена и мудрость из Йемена. И говорит, что у жителей Йемена тонкий ум и мягкие сердца, это похвала, которой мало кто удостоился, тем более от посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям. И в это число вошел Абу Хурайра. И Абу Хурайра также еще удостоился еще одной дуа, прау к Мухаммаду саллаху алейхи вассалям. Он и его мать отдельно, прау саллаху алейхи вассалям, для них сделал дуа. И он сказал посланника Аллаха саллаху алейхи вассаляму, О Аллах, сделай это своего раба и его мать любимыми для своих верующих рабов. И сделай верующих любимыми для них. Аль-Джамия Сахих, имам Муслим 166-е сообщение. То есть он сделал дуа, чтобы все мусульмане были любимы для них, а они были любимы для мусульманов. А мусульмане мы обязаны забить друг друга, мы любим только тех, кто действительно мусульманин. У нас должна быть обязанность, любовь к своему брату мусульманину. Даже если какие-то есть отрицательные черты у каждого из нас, и у меня есть, и у вас есть. В Аллахе, если кто это отрицает, он просто горделивый, высокомерен, потому что есть. Надо признавать это, но тем не менее, любовь должна быть. Любовь в наших сердцах, это от веры к своему брату. И вот он за них такое дуа и сделал. И когда Абу Хурайра переселился в Медину, у него не было ничего. И как он говорил, я рос сиротой и переселился в Медину, сделал хиджру битником. Ничего не было. И он поселился где? Во дворе мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, где жило также очень много мухаджиров, у которых ничего не было. Это место называлось Ассуф. Оно было такое тенистое, тенистое место, так угол был в мечети. Как говорят историки исламские, именно там и остановился Абу Хурайра. Абу Хурайра. И он поставил себе единственную заботу изучения ислама, изучения Корана, изучения хадисов и, само собой, шариата. Шариата. И как говорят ученые, уляма Ассуфа, вот это место именно тенистое, там пророк салаллаху алейхи вассалям давал уроки. Давал уроки, это было первое медресе вообще в исламе. Это было первое медресе Ассуфа, была первая школа ислама. И в ней получали знания многие-многие сподвижники, а Абу Хурайра вообще там жил и получал оттуда знания. Аллах спонтале говорит, для бедных, которые терпят нужду на пути Аллаха, то есть подчеркивает, для бедных, которые терпят нужду на пути Аллаха, они не могут вести промыслов на земле. Но по-разному складывается судьба человека. Иногда инвалид бывает, иногда еще что-то с человеком бывает, и он не может зарабатывать себе, он на пути Аллаха, и он терпит, и он терпит. И дальше Аллах говорит, незнающий почтет их по их скромности, что они не просят богатыми, богатыми. Ты же узнаешь их по признакам, они не просят докучливо. То есть такие люди, которые на пути Аллаха, они не просят постоянно, не клянчат, не ходят. Да, у него в семье какие-то проблемы, у него там не хватает что-то, но именно такой человек на пути Аллаха, который не просит, помоги мне, помоги, каждому ходит, дай в долг, а потом эти долги не отдает, помоги, помоги. Нет, такие люди не просят, и поэтому Аллах говорит, ты же узнаешь их о том, что они не просят, надоедливого или докучливого. Сураль Бакара, 273 аят. И Аллах смарталя повелел Аллаху Мухаммаду, саламу, быть именно вместе вот с такими людьми. В другом аяте он ему говорит, терпи душой с теми, которые взывают своему Господу утром и вечером, стремясь к его лику. Сураль Ках, 28 аят. Именно вот об этих бедных людях, которые жили во дворе мечети, как говорят Муфасиры Курана, и идет речь. И они были те, которые не просили, они терпели. Не было вообще ничего, у многих из них был всего лишь изар. Изар, это накидка, да, которая от пояса до ниже колен спускается. Больше у них ничего не было. И они терпели на пути Аллаха, и Аллах смарталя поднял их всех. И в их числе был Абу Хурайра. И Абу Хурайра очень сильно полюбил посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И однажды он так сильно полюбил его, что однажды он признался ему, о посланник Аллаха, когда я вижу тебя, душа моя становится счастливой, а глаза отдыхают. Передает имам Ахмад своему Снаде 323 сообщение. И эта любовь полностью овладела Абу Хурайрой до такой степени, что он говорил, что услышать один хадис из уст посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, лучше, чем тысячи ракатов дополнительной молитвы. Чем тысячи ракатов дополнительной молитвы, лучше услышать один хадис из уст посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И страстная любовь овладела полностью им. И когда он просто даже не мог просто слышать имя Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, тогда он приходил в сильное волнение. И после смерти уже пророк, саллаху алейхи вассалям, когда при нем упоминали его имя, он просто находился в ряданиях, и его долго не могли успокоить. Так он любил посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И поэтому он был вместе с ним везде, не только в мечеть Иосифи, он везде, он вел его верблюдицу за поводья. Он носил ему воду, он носил ему обувь. Чем мог он находился возле посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И если тот на базар шел на рынок и посещал больных, везде с ним был Абун Хураира. И поэтому это и позволило ему узнать такое огромное количество хадисов, как никто другой. Ее вообще не интересовало Дуне только лишь изучение шариата, изучение слов посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И смотрите, как у него рвение было к знаниям. Когда посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, в одном из походов раздавал военные трофеи, а мы знаем, что Амиру надо отнести военные трофеи, и он уже будет распределять среди мусульман, кто в чем нуждается, какие трофеи кому достаются. И он сказал, посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, обращаясь к Абухурайре, «Разве ты не попросишь у меня доли из этих трофеев?» Ну, все говорили, это один там, ну, седло кому-то нужно, кому-то плащ, кому-то меч, кому-то еще что-то. Каждый, это не стыдно, тут ничего такого нету, потому что лучше будет, если человек скажет, видит, что это все равно валяется, или ненужное может попросит. А он ничего не просил, и он говорит, «Разве ты не попросишь у меня что-нибудь из трофеев?» На что Абухурай рассказал, «Я прошу лишь научить меня тому, чему научил тебя Аллах. Я прошу лишь научить меня тому, чему научил тебя Аллах». Напомню, никакого дома у него нету, никаких у него сбережений нету, денег у него нету, и он является беднейшим мухаджиром, можно сказать, среди всех других мухаджиров. И Аллах спонталя за это поднял его, конечно. И то, что вот он посвятил свою жизнь изучению шариата, иногда были с ними такие курьезы, когда он несколько дней вообще не ел, но не просил. И тогда он без сознания падал от голода, лежал на земле, и сподвижники многие даже ногой его пинали, думали, что эпилепсия у него, что человек просто закатился и лежит без сознания, и пинали ногой. Но на самом деле это он просто от обессиления, у него силы кончались, от голода падал на землю, падал на землю. И поэтому мы видим, что именно вот из такого терпения выросли такие поколения, которые покорили почти весь мир. Аллах спонталя отдал им. Они терпели, да, в желудке пусто было, зато у них был иман в сердце, и мудрость в голове была, что у нас ни того, ни того. У нас желудки полные, но сердце и мозги пустые, у нас этого ничего нет. Только единицы сейчас, у кого есть действительно и в сердце, и в голове, и те являются учеными. И Аллах спонталя поднимает их, поднимает их. И даже про других сахабов говорится, что однажды даже Али, Ибун Абуталя, пошел к своей супруге, дочери, посланника Аллаху Саляму, Фатиме, и смотрит, что дети его плачут. Аль-Хасан, Аль-Хусейн, и он спрашивает, почему они плачут, и Фатима, они плачут от голода. Даже у дочки посланника Аллаху Саляму не было такого изобилия, какой-то роскоши, не говоря уже про самого посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям. И более того, в будущем, иншаллах, его тоже жизнь разберем, Саллахаддин, он когда формировал свое войско, да, сначала выступили, они отбили и так далее, атаки, но крестовые походы продолжались. Он из вот этих вот людей, которые были с ним в войске, отбирал их детей, сам проводил воспитание, и потом они уже составляли костяк его войска. То есть не те, которые вышли с ним, они все равно были не такие, они уже были испорчены. А вот их дети, более того, там было два поколения, как говорится, и дети их детей, то есть внуки, которые первые вышли с ним, вот это были настоящие воины, которых он воспитал, Саллахаддин, или же его военачальники под его руководством, они воспитали вдали от этой Дуни, и воспитали костяк мусульманской армии, которую уже никто не мог прошибить. Ни хваленный Ричард Ли на сердце, ни другие, ни третьи. Они не могли их превозмочь. И вот эти сахабы, они были на этом. Никто и ничто не могли их сломить. И Абу Хурайра принимал участие во всех походах и сражениях посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям. Кроме битвы Бадр, Охуд и Хандах, битвы Урла, он пропустил. Почему? Потому что он позже, после этого переселился только, а не до этого. Несомненно, если бы он переселился раньше, он, конечно, принимал бы везде в этих походах участие. А во всех других, где мусульмане принимали при жизни посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям, также после его смерти во времена правления Абу Бакра, он принимал во всех участие. Более того, ходил и в поход на Армению, и на другие отдаленные страны принимал Абу Хурайра походы. И ни одного похода не оставил, так как он знал, что такое борьба на пути Аллаха. И Абу Хурайра, конечно, обладал прекрасными качествами, прекрасным характером. Более того, его воспитателем был сам посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям. И иногда правок Салаллаху Алейхи Вассалям наставлял его, говоря ему, Абу Хурайра, будь богобоязнен. Это и нас с вами касается. То, что слова правок Салаллаху Алейхи Вассалям обращены кому-то из одного сподвижника, это не значит, что только ему. Нет. В лице этого сподвижника это было много. Муаз, когда ездил делать Давод, научил его делать Давод. Но это мы знаем, что ко всем нам обрещено. И мы должны так делать Давод. И также любое другое наставление в отношении какого-то сподвижника, это значит, что для всех сподвижников и для нас, недостойных их потомков. Вот такое наставление давал правок Салаллаху Алейхи Вассалям Абу Хурайра. Абу Хурайра, будь богобоязнен. И ты будешь лучшим поклонением Аллаху. То есть бойся Аллах. И ты будешь лучшим поклонением к Аллаху. Довольствуйся малым. И ты будешь самым благодарным из людей. То, что Аллах дает, скажи, аль-хамдулля, довольствуйся этим. И ты будешь самым благодарным из людей. Желай людям того, чего ты желаешь самому себе. И ты станешь верующим. Желай людям того, что ты желаешь самому себе. И ты станешь верующим, говорит посланник Аллаха Саллаху Алейхи Вассалям. Будь благодетен к своим соседям. Опять тут мы и на джума разбирали, да, и тут и разговор о соседях идет. Даже тут правосусалям говорит о соседях. Будь благодетен к своим соседям, и ты станешь мусульманином, говорит пророк саллаху алейхи вассалям. И меньше смейся, ибо частый смех губит душу. Китаб Ас-Сунан Иван Имам Маджи приводит сообщение 141. И меньше смейся, ибо частый смех губит душу. Вот это вот наставление мы тоже должны взять себе на вооружение. Это простые правила, но почему-то нам с вами, братья и сестры, очень сложно выдерживать, выстаивать эти правила, хотя никакого тут невозможного нету. Наоборот, сейчас настолько лицемерный мир, что если ты с кем встречаешься, ты должен лицемерить, играть какую-то роль, подделываться, что-то говорить. А тут ты просто должен быть самим собой. Ничего лишнего, ничего лицемерного. И тогда ты будешь верующим мусульманином, как сказал посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. И Абу Хурайра навсегда запомнил это наставление, более того, он передавал и учил и свою семью, и своих учеников этому наставлению. И его сосед был Амар ибн Ясир, и, конечно, он очень любил своего соседа и очень добродетельно к нему относился. И после того, как посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, что надо меньше смеяться, Абу Хурайра ради Аллаху Анху перестал много смеяться и стал больше плакать. И мы знаем, что чтение Курана и изучение его является из признаков веры. Абу Хурайра максимально сосредоточился на этом. Посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, лучшими из вас являются те, кто изучает Куран и обучает ему других. Поэтому изучайте Куран, как можете. Кому Аллах спонталя дает, маша Аллах, память о Хафиз? Многим дает память, но они не стремятся использовать ее. Многие с трудом читают, но искренне им двойная награда. В Аллахе, как сказал посланник Аллаха, даже если человек делает ошибки, но он искренне на пути Аллаха, ему двойная награда будет. По сравнению с таким же его собратом из арабов, которые лучше читают. И Абу Хурайра многих и многих, как говорили сахавы про него, историки, опередил в этом деле. И он изучал Куран и записывал его со слов Убай ибн Кааб. А Убай ибн Кааб это тот человек, который записывал Куран для посланника Аллаха, был писцом у посланника Аллаха и знал Куран, как никто другой слышит. Это непосредственно от посланника Аллаха слышит, как он трактует те или иные аяты и так далее. И Абу Хурайра изучал Куран вместе с Убаем ибн Каабом. И учеником, наверное, вы слышали, был такой Абу Джафр, язид ибн Аль-Каака, Аль-Мадани. Он был один из самых знаменитых чтецов Курана, посредством которого сохранился вот сам Куран, как мы его знаем. Их же были разные версии, там диалекты были. Вот этот чтец, он был знаменитый чтец Курана, который слава распространилась далеко-далеко. И мы знаем, что вообще знания распространяются же от учителя к ученику, передаются. Если даже они записаны, то есть вот таким образом Абу Хурайра взял от Убая военкаба, потом научил Каака и так далее, и так далее. Это пошло, это пошло. И, конечно, Абу Хурайра очень был усерден в поклонении. Про Сахар вообще это может даже тему не поднимать. Эту тему не поднимает. Но это нам полезно, нам, мискенам, потому что мы несчастные в этом поклонении. Мы элементарно не можем, лей на устать, Сахарат сделал, сделай два ракета. Возьми себе привычку. Самое простое, ты же всегда ходишь в туалет, ты не можешь не ходить в туалет. Но ты, как мусульманин, после этого должен взять омовение. И сделай себе привычку после этого, сделай два ракета намаза нафиг. Отличное будет поклонение. Оно всегда будет с тобой. Потому что невозможно забыть свой поход в туалет. Никто этого не может избежать. Все ходят по малой или большой нужде. Это нормальный закон Аллах спонталя. Но используй его, преврати его во благо. Преврати его во благо. Сделай омовение. Сделай два ракета нафиг намаза Тахарат. Но мало кто этим пользуется. Мало вообще кто об этом задумывается. И поэтому мы должны смотреть, как они пользовались благами от Аллаха. Свободным временем, здоровьем. Как поклонялись ему, чтобы сами себя улучшить. И Абу Усмана Нахли остановился однажды в гостях у Абу Хурайры. И он говорил, Абу Хурайры, его жена, его слуга делили ночь на три части. Один совершал молитву, затем будил другого. И вот так они по очереди всегда совершали молитву. Аль-Бухари, 7 том, 102 сообщение. И сам Абу Хурайры о своем режиме говорил, я разделяю ночь на три части. Первую ночь я сплю, вторую треть совершаю молитву. А последнюю треть вспоминаю хадисы послания к Аллаху, алейхи вассалям. И он постился каждый понедельник и четверг. И Абу Хурайры также говорил, более всего скуп, то есть жаден тот, кто скупится или жадничает на приветствие. Поэтому я постоянно вам напоминаю об этом. Это основа основы сунны послания к Аллаху, алейхи вассалям. Абу Хурайры тоже говорил, самый жадный из людей, кто скупится или жадничает на салям. В любой ситуации, давайте салям. И все сподвижники так делали. И Брусусалям призывал так делать. Абу Хурайры говорит, самый жадный из людей тот, кто жадничает на салям, на приветствие. А более всего ленив тот, кто ленится обратить мольбу, сделать дуа к Аллаху. Фат Хальбари, Хафиз ибн Хаджир, 498 сообщение. Поэтому то, что мы узнаем от таких великих людей, мы должны применять. Они же оставили это для нас, не чтобы это все было выброшено. Они остались своим ученикам, без своих учеников и так далее. Альхамдулиля, что дошло до нас. Иначе мы бы были такие заблудшие и заброшенные. Каждый, пусть здесь сидящий, вспомнит свою жизнь до ислама. У каждого такая жизнь была, когда у него были ветер в голове и какие-то совсем другие интересы. А если бы ты таким до сегодняшнего не остался? А если бы ты умер над этим? Ты задумался, что бы с тобой было? И какое счастье, что Аллах спонталя очистил тебя от этой скверны, омыл тебя и поставил тебя на путь Аллаха. Именно тебя. Чем ты заслужил такое? Никто на них не сможет ответить. А миллионы, они еще не понимают. Поэтому цените, берегите, развивайте это все, распространяйте. Таких же мискенов заблудших призывайте, чтобы они почувствовали то, что сейчас чувствуете вы. Чтобы они радовались тому, что они единобожники, что они мусульмане, что они поняли смысл жизни. А это лишь поклонение Аллаху спонталя, поклонение Аллаху спонталя. И, конечно, у него у Абу Хурая была мама, и он тоже относился очень и очень хорошо к ней, и всегда отзывался, всегда заботился о ней. Это еще просто одно напоминание. Одно напоминание. Для Абу Хурая был очень скромный, и он один из виднейших ученых, один из виднейших сподвижников посланника Аллаха, но он никогда не превзносил себя ни в своих глазах, ни в глазах других сахабов. И как-то он сказал Ибнабасу, хотя Ибнабас был намного младше, чем Абу Хурая, и он сказал ему, ты лучше меня и более знаешь, подтвердив, что Ибнабас более знаешь и лучше. Не сказал, что ты мальчишка, учись и так далее. Нет, он сказал, что ты лучше меня и ты более знаешь. И он был великодушным, конечно, щедрым человеком. Вот смотрите, сколько мы взяли до этого, маршала, уже по милости Аллаха разобрали нормальное количество людей, мы все видели, что они все щедрые люди. Никто из них не оставлял себе ничего, и в том числе, конечно, не исключение Абу Хураира. И когда ему доставались какие-то подарки или ценности, и после смерти посланника Аллаха, у него жизнь изменилась, у него появился достаток, у него много чего изменилось, он все раздавал практически людям, помогал обычным людям. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, свидетельствовал о его знаниях. И как-то Абу Хураира спросил пророка, кто же счастливейший из людей, который удостоится твоего заступничества в день воскресенья, о посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И он сказал ему, видя твое рвение в изучении хадисов, я предполагал, о Абу Хураира, что никто не спросит меня об этом раньше тебя. То есть посланник Аллаха уже так думал про него, что, наверное, никто не спросит, кроме него. Это какая честь, какая похвальба, что пророк, саллаху алейхи вассалям, о тебе так думает. И он говорит, самыми счастливыми из людей, которые будут удостоены моего заступничества, в день воскресения будут те, кто скажет «Ля илях иляллах» от чистого сердца. С их ласом. Вот эти самые лучшие люди. То есть не просто скажут, имеется в виду, а будут следовать единобожию, будут следовать этому завету с Аллахом Сфараталя. Аль-Бухари, 146-е сообщение. И посланник Аллаху Сфаласалям доверял, более того, поручал распространять ему аяты и хадисы, именно Абу-Хурари. И однажды он сказал ему, выйди и возвести в Медине, что нет молитвы без чтения Курана, хотя бы суры Аль-Фатиха. А кто может, то и более того. Абу-Дауд, 188-й хадис. И мы знаем отсюда, что нет у нас некой молитвы, минимум без фатихи. А если кто-то может, то и должен больше этого тоже прочитать какую-то короткую замсура. Короткую замсура. И другие сподвижники свидетельствуют о нем так. Тальха ибн-Убайдуллах, один из десяти обрадованных райом, который также очень любил пророк Саллаху, алейхи вассалям. Он сказал, несомненно, он, Абу-Хурайра, слышал от посланника то, чего не слышали мы. Потому что он был нищим, неимущим, постоянным гостем посланника Аллаха. И ходил с ним рука в руку. Мы же, говорит Тальха, это говорит такой человек, которому, Роза Салям, обещал Джанет уже при жизни. Это десять обрадованных райом, мы обязаны их знать. И он говорит, мы же имели дома и богатство. И приходили к посланнику Аллаха лишь на рассвете и вечером. От Тирмизи 226. Это не значит, что они пренебрегали. Нет. Но у них были обязанности и заботы. Они были маршаллах-подвижники. И Пророк Салям про это сам сказал. Но Абу-Хурайра, как говорит Тальха, был лучше, чем мы. Потому что он был нищим, неимущим. И он всегда был рука в руку с посланником Аллаха Саллаху, алейхи вассалям. И, как я уже говорил, Абу-Хурайра передал больше пяти тысяч, там, пять, около шести, вот так где-то между ними, тысяч хадисов от посланника Аллаха Саллаху, алейхи вассалям. И перед пятничной молитвой он их рассказывал в мечети пророка Медини. Его слушали спадвижники и другие его последователи, объявины, которые приезжали специально послушать. И он давал уроки, давал уроки. И после смерти, убийства Усмана Ибн Аххана, ради Аллаху Ангу, он был хады, он выносил фатва в Медини. И эти фатва всегда находили доверие среди других спадвижников в посланиях Аллах Саллаху Саллаху. А мы знаем, есть такое правило в исламе, если есть какое-то решение спадвижника, и ему никто из спадвижников не противоречит, все. Оно единогласно принимается. Не обязательно, чтобы каждый говорил, да, я знаю, это правильно, это правильно. Достаточно того, что они не противоречат. Если они противоречат, тут надо уже смотреть, тут дело уже больших уляманов. А его фатва, как говорят историки уляманов, они не противоречили никому из спадвижников, вернее, никто из спадвижников не противоречил его фатва. И вот он выносил фатва после смерти Усмана Ибн Аххана. И спадвижников очень высоко ценили его. Ау-Бакр, когда он стал уже халифом, назначил его помощником Амира Бахрейна. Помощником Амира Бахрейна. А когда же умер Ау-Бакр и стал халифом Амар Ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху Ангу, то он не просто помогал, он его уже Амиром назначил, Бахрейна. И мы видим, что оттуда понимаем, они же понимали, Абу Бакар, мудрейший человек, Омар Махатаб, вообще Машалла правительный, справедливейший человек, и они понимали, кто заслужит этой должности. И значит, Абу Хурайрам не только разбирался в шариате, в хадизах, но он еще и умел грамотно управлять. А это соединить очень сложно, чтобы ты умел грамотно управлять под твоим началом большая территория земли, люди, и умел преподнести религию Аллаха. И поэтому они доверили ему такую область, как Бахрейн, где он был Амиром Бахрейна. Амиром Бахрейна. И у него было четверо сыновей и дочери, это то, что известно, Аллахуалим, может быть, больше Аллахуалим, то, что я вот сумел найти, четверо сыновей и дочери. И они все обучались своего отца и стали видными, деятельными в исламе. И его род сейчас тоже сохранился, который восходит Абу Хурайра, и особенно он есть в Египте, Ливии, Тунисе, как говорят, Алжире и Марокко. Род, который восходит Абу Хурайра. И Абу Хурайра прожил 78 лет. 78 лет. И что мы видим отсюда? Что Абу Хурайра искренне исполнил свой долг, искренне исполнил свой долг? И когда он уже умирал, он лежал на смертном отре, он говорил, не оплакивайте меня, когда я умру, потому что посланник Аллаха запретил, и его не оплакивали, и он запретил оплакивать. А затем он заплакал сам. Затем он заплакал сам, и его спросили, что заставило тебя плакать? Абу Хурайра, ты нам говоришь, чтобы мы не плакали, а сам лежишь и плачешь. И он ответил, я плачу не по мирской жизни, в которой вас оставляю. Я плачу от того, что мне предстоит дальнее путешествие, но я очень мало приготовил для него. Я стою перед Вознесением и дорогой в рай или ад, и не знаю, куда меня поведут или введут. Смотрите, такой человек, великий передача хадисов, уляма, который любили и пророк Мухаммаду Саляму, и другие сахабы, говорит такие вещи, что я вообще мало приготовил для себя. Я не знаю, куда я попаду, в ад или в рай. А что же про нас говорит? Мы мискены, мы вообще должны беспокоиться, трястись. Завтра, не завтра, послезавтра, или после-послезавтра мы тоже уйдем с этого мира. А что мы приготовили? Ну что, ну да, работал, что-то делал. Для ислама что-то сделал? Фактически ничего. Чем выделился? Ничего не сделал. Стремился? Может быть, стремился. А может, все-таки обманываешь сам себя? Может быть, не так стремился? Может быть, ты бы мог или можешь больше? Ну, просто сам себя обманываешь, находишь оправдание делами, заботами, проблемами. Хотя, если постараешься, то найдешь это дело. Если каждого из нас, вот я замечаю, среди мусульман это болезнь, к сожалению. Просто как ее лечить, наверное, и уляма тут не подскажут. Если позовут какой-то маджлис, какой-то пир, где будет плов, где будет шашлык, баранина, все найдут время. Большинство, пусть не все, но большинство найдут время. Оставят работу, дела, семью, приедут туда. Приедут, что просто покушают. Да, ты своего брата поддержать и так далее. Но это уже брата поддержать, сделать наставление, помочь ему что-то на пути Аллаха, это намного лучше, чем просто сидеть и чай пить. Это тоже нужно, никто не спорит. И сахабы тоже говорили, давайте посидим часок, укрепим наш иман. Тема самого не укрепляли. Но, когда касается делать что-то от себя, что-то оторвать, что-то делать на пути Аллаха, тишина. Как только, если где-то что-то дают покушать, все слетаются. Вот просто пример. Наджума объявил на пылесос. Альхамдулиля. Один брат сразу звонит, говорит, сколько стоит примерно? Я говорю, ну, где-то от 15 тысяч. Я, говорит, через 5 дней приеду, 15 тысяч привезу. Это просто пример. Ну, я не говорю, что человек миллионер, или у него лишние деньги. Просто он хочет на пути Аллаха. И он решил, что эти деньги лучше отдать, купить пылесос в мечети, пусть работать, и ему будет капать аджир. Мы даже, каждый должен так задуматься об этом. Что мы можем вообще сделать? А что мы сделали? Что мы делаем? Кому из братьев помогаем, или сёстрам кому помогаем? Много нуждающимся. Что мы сделаем? Для мечети, для мусульман, для самих себя, для своей семьи. Приди со своими детьми, один аят выучи из Курана. Сам выучи. Да, тяжело. Мне тоже тяжело в Аллахе. Аят учить уже, голова не так работает и так далее. Эти отговорки постоянно мы слышим. Но, если ты будешь стараться хотя бы один аят неделю, ладно, неделю выучить, ты за месяц четыре аяты выучи, это уже больше, чем самая маленькая сура в Куране. Уже плюс. Своими детьми учи, а у них маша-логова работает. Приезжай и скажи, давайте будем читать. Пусть хотя бы просто читает. Пусть учат. Ты оставишь огромное им наследство. Пусть ты не оставишь им деньги, квартиры, коттеджи, машины, но ты их научишь читать Куран, научишь их любить Куран, привез их любовь к исламу и так далее. Это же лучшее. Это лучшее. И ты попадешь в тот хадис, где сказано, что три дела не прекращаются. Это благие дети одни из них, которые делают дуа за своих родителей. Если твой ребенок читает Куран, учит его, ты с ним вместе учил эти аяты, то он благой ребенок, и он будет делать дуа за тебя. Это дело не прекратится. И после смерти ты будешь получать дивиденды. Тебе в твой китаб-эль-Амаль будет записываться книгу деяний. Вот эти благие деяний. Это мы можем все, но не хотим. Мы хотим, что давай прийти, а после работы такая голова болит, ничего не хотим, не надо нас не трогать, упали. Да, тяжело. Все хотят отдыхать. Но с твоими детьми кто будет заниматься? Ну кто будет? Никто не постучится в твою дверь в Аллахе, не придет, не скажешь, да, я позанимаюсь каждый день. Не придет никто, не жди. Если так ждешь, сам себя обманываешь. Только ты, твои дети нужны тебе, нужны тебе. Только ты, со своей супругой, со своими детьми ты обязан заниматься. Мы, мужчины, обязаны это делать. Свои детей поставят на путь истины. Это будет самое лучшее, что можем сделать. Это наша семья. И дальше думают, но мы же этого не делаем. Мы же это большинство не делает, оправдывает себя, что он заработал, что он устал. Но это твоя обязанность. Кормить. Раз ты уженился, и у тебя дети появились, кто же их будет кормить-то, если не ты? Это твоя обязанность. Ты выполняешь свою обязанность. А если не будешь выполнять, ты будешь зарабатывать грех. Поэтому ты должен, кроме этого, что-то делать. Но как мало тех, которые действительно стараются что-то делать, обучают своих детей, следят за ними и дальше помогают мусульманам в исламе, в религии и так далее и тому подобное. И Абу Хуара, возвращаясь к нему, умер в 57-м году в хиджре, в 57-м году в хиджре. И многие-многие сподвижники, дожившие к тому времени, присутствовали на похоронах этого великого сподвижника, и они говорили, он был одним из тех, кто сохранил хадисы посланника Аллаха для мусульман. Это же великая честь. В каждой книге Аль-Бухари, мусульман, Абут Дауд, возьмите, любые сборники хадисов непременно встретите в Аллахе, клянусь Аллахом, имя Абу Хуара, и встретите чаще, чем любой другой. И это такой титул заслужит, как передатчик хадисов посланника Аллаха. Это очень дорогого стоит. Пусть небогатые и так далее, но ты передавал слова самого посланника Аллаха, салаллаху, алейхи и вассалям. Вот что касается жизни этого великого сподвижника. Вкратце, конечно, но я думаю, каждому из нас стоит задумываться. Нищий пришел сам из Йемена, через всю Аравию пересек. От Мекки до Медина 500 километров, а еще и до Йемена надо ехать. Пересек, ничего не было. Жил под навесом, падал от голода, но вытерпел. И Аллах поднял его, что он из этих нищих, как для нас сейчас, человек бессознально лежит, от голода, нет ничего, он Амиром стал. Целой области, целой Биларята, это Амир Бахрейна. Аллах так его поднял. В его жизни было все. Возьмите на вооружение, возьмите для себя что-то полезное. Что вы еще можете делать? Поэтому, если даже сами не мощно, когда хотя бы вас спросят, не отказывайтесь, поучаствуйте в том или в этом, иншаллах, чью-то проблему вы решите. А может быть, Аллах спонталей за это вашу проблему решит. Как сказал посланник Аллахаса Саляма, тот, кто помогает своему брату или своей сестре, в исламе, имея в виду, в какой-то нужде и проблеме, Аллах обязательно облегчит его проблемы. Но лучше не ждать, лучше, чтобы человек просил или еще что-то делал, не вынуждать своего брата или сестру позориться. Лучше ему помочь ради Аллаха и также помогать мечетям вот строим эту, иншаллах, будем добиваться других-других. Мы вместе можем многое. Каждый из нас думает, ну что я могу один? Ты не один, ты частичка джамата. Ты частичка джамата. Если мы будем укрепляться, нас много, нас много. И когда даже история этой мечети, она только-только начиналась, тут вообще никого не было. Но, аль-хамду-ли-ля, сколько он на джума собирает, сколько братьев, как мы любим друг друга, как мы проводим Рамадан, во многих местах такого нету. Что вот так каждый день проводили Рамадан, это уже большая заслуга. Но нам нельзя останавливаться. Нам нужно идти вперед, глядя на вот таких вот сподвижников. Я хотел второго сподвижника забрать, но уже, наверное, не успеем. Сальман Аль-Фариси, иншаллах, когда уже завтра мы разберем его, начнем, потому что тут уже 14 минут осталось до Азана. За это время не успеем. Я просто хотел сказать, что тут есть одна сестра тоже. Но так случилось, что она осталась одна с тремя детьми. Если кто-то может помочь, помогайте, пожалуйста. У меня есть номер карточки ее. Если кто-то хочет, может хоть какие-то средства перевезти ей. На работу не может устроиться в силу там внешних причин. Выглядит не очень, как бы сказать, привлекательно. Из-за этого многие-многие отказывают ей в работе. Может быть, кто-то работой может помочь. Это было бы вообще замечательно, чтобы человека не стыдить, может быть, как-то. Пусть человек работает сам и не приучать попрошайничество. Это тоже хорошо. Если какой-то должен человек, каждый человек выполняет общественно полезное дело. Мусульманин прежде всего. Если вы можете обеспечить работой, было бы неплохо. А если нет, ну хотя бы помогите там, кто чем может. Ниншаллах, потом, если кто захочет, подойдет, я дам карточку или же сами поедете, отдадите бисмиллянам пути Аллахом. Я прошу вас спонтан, чтобы он простил нас всех, простил нам наши грехи, недостойных его рабов, наставил нас на путь истинных, укрепил нас в исламе, очистил наши языки от скверных, гаибата, сплетен, и чтобы мы говорили о своих братьях и все только самые хорошие, положительные. Ниншаллах, тогда мы так скрепимся, что никто не сможет влезть между нами. Я прошу, чтобы он собрал нас под сенью, тенью, знамени пророка Мухаммада саллаху алейкумсалям в день расчета и вел вместе с ним сады фирдаусы джаннат. Субхан каллаху мабихамдик, ла иллах лянта, астафир кутуб иллах, баркаллаху фикум. У нас 10 минут времени есть. Можно вопрос? Хотите насчет Мухураира про Бухураира, да? Он, говорит, час, он там чем-то занят, потом вышел и сообщил ему, таят рассказал. Ну, он повернулся, что он хотел кушать. Просто он не мог прийти и сказать, что я хочу кушать, что я такой степени голодный был, что пришел просить аят у Омар-на-Хаттаба. Потом он пошел к Ау-Бакру и попросить у него также аят. По-моему, того не было дома. После этого он пришел к посланнику, и посланник по его виду догадался, что же с ним происходит. И он вынес ему молоко, и они попили. И как раз привезли молоко, он сказал, пей. Абу-Хурара пил, 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 пил. А потом молоко осталось, и Пророк Саусулям допил. Я такой был баракат, что они напились оба вместе досыта. А потом пришел Абду-Хаттаб, и Абу-Хурара сказал ему, поистине, это я знаю лучше, чем ты. Потому что он непосредственно учился у Абба и Банкава. Я знаю лучше, чем ты. Просто у меня был такой голод, что я вынужден обратиться к себе. То есть объясняю последствия своего поступка. Но посланник Аллаха напоил меня. Абду-Хаттаб, в том числе, он же не созвал, он думал, действительно, человек пришел попросить аят. На самом деле, он был очень голодный, так как он находится рядом с Пророк Сауслем, и у него, конечно, знания об этом аяте были. Такая история была с Абу-Хураром. Но там еще с жизнью Абу-Хура есть такие вещи. Я просто, я же говорю, там уже скрупулезно мы не разбирали все. Каждый найдет, иншаллах. Выходит, книги пишутся, вот сейчас четвертый, ждем том про Али. Вот три мы, да, вот тут есть у нас Саубак, Ромар, Усман, вот ты сейчас в руках держишь, брат. Такое вышло, четвертая книга про Али, там более подробно. И будет они выходить про других сподвижников. Я думаю, каждый может прочитать книги и найти больше информации. А история про Абу-Хура еще такая, что потом, после смерти Пророк Сауслем, он стал богатым человеком. Богат. Аллах ему даровал и могущество, можно сказать, и имущество даровал. У него было то, то. И вот он так понимал, он помогал бедным. Он не говорит, что хапал себе, вот, дорвался человек до власти. Нет. Он помогал бедным, но он стал состоятельным человеком, да. До этого он не мог даже жениться, потому что не было ничего. После этого он женился. У него родилось четверо сыновей и дочь. Это что известно, возможно, потом еще. У него был дом. И более того, Абрам Хаттаб его позвал, когда он был Амиром. Люди сказали, Абу-Хура там себе построил Маш-Аллах особняк. И он действительно, он построил себе большой дом, но опять-таки, не от себя, не от своей жадности. А из-за того, что он слышал, как посланник Аллаху Ассалям сказал, счастье человека в четырех вещах. Это большой дом, праведная жена, праведный сосед и хороший транспорт. И несчастье также в четырех отрицательных вот этих вещах, да. Маленький неудобный дом, сварливая жена, упрямая, такой же сосед и нехорошие средства передвижения. И он, исходя из этого, построил себе большой дом. Люди, как у нас говорил, Гаибат это страшная вещь. Он Аблухаттаб, справедливейший правитель, до него доносит, говорят, что он себе построил там дом, туда-сюда. И он сразу его к себе вызывает. Более того, он ему даже в грудь стукнул кулаком. Почему ты там себе строишь, когда люди нуждаются и так далее. Тогда Аблухаттаб, ну, Аблухаттаб, с ним вообще мало кто мог спорить. Это такой человек был, да, очень жесткий, но справедливый. Он даже вот побил Аблухаттабу в грудь, то, что ты вот тебе позволил такие вещи, вот очень сильно упругал, написал им письмо. Немедленно, как получишь письмо, немедленно явись ко мне. Тот, конечно, Амиру подчинился. Не подчиняться Амиру это считается одним из больших смертных грехов в исламе, если Амир справедливый. И он сразу приехал к нему, и он его вот так вот отчитал. Тогда он объяснил, что он занимается торговлей и так далее, что у него это не имущество мусульман, упаси Аллах, а это свое. И вот такая история тоже была, тоже была. Ну, было. Кто-то понимал так, кто-то понимал так, и это допустимо. Поэтому, если человек платит закат, помогает мусульманам, дает нам пути Аллаха, никакие проблемы, что он купит себе Мерседес, да пусть покупает. Он считает, что он заслуживает этот транспорт его, да пожалуйста. Более того, мы должны за этого брата порадоваться. Никакой зависти не должно быть. Эта зависть, это вторая после Гайбат, черта, которую убивает мусульман. Если он действительно помогает, закат свой отдает, помогает, почему он не может себе позволить? Он построил, у него большая семья, он построил дом, который отвечает требованиям его семьи. Может быть, он мечеть помогает, да пожалуйста. Никаких проблем нет, он границу Шайета никак не перешел. Если же он решил себе это ничего не покупать и раздавать на пути Аллаха, это еще лучше, это пожалуйста. Поэтому, прежде чем осуждать, подумайте, входит ли это действие в религию, а то он все равно, что да, вот он то, то, то сделал. А ты сам-то что делаешь? Нет тут неких проблем. Человек, главное, чтобы он это все себе пять пальцев в рот не тянул. Аллах не запрещает. Аллах лишь говорит, чтобы мы думали о других мусульманах. Помогайте, делитесь, но и себе покупайте. Никто не против. Что же, все мусульманы должны быть нищими? Нет, пусть все мусульмане будут крепкими, пусть у них будут хорошие дома, пусть у них будут хорошие машины, хорошие работы, пусть все мусульмане живут как одно целое. Нет проблем. Нет проблем в этом? Наоборот, хорошо. Не будет, вот как эта сестра несчастная, которую вынуждена просить так далее. Это же хорошо. Тогда будем искать других народа, где помогать надо и так далее, как это было в времена Омры и Абдуль-Азиза. Нет в этом проблем. Проколахфих.